Правительство поддерживает все регионы. Регионам-донорам мы стараемся создать условия для того, чтобы они не утратили этого качества. И помогаем в развитии инфраструктуры, допустим. Вот так же, как в Московской области, либо в Москве. Мы многое делаем для развития инфраструктуры Московского региона. Достаточно посмотреть на последние решения, связанные с транспортом в Москве и Московской области. И по другим регионам тоже самое. Ну, скажем, по Петербургу. Только что западный скоростной диаметр ввели в действие. Уникальное сооружение транспортное, которое будет работать на весь северо-запад страны. И по другим регионам есть тоже такие хорошие примеры. Что касается задолженности регионов. Да, это вопрос серьезный. В соответствии с правилами правительства, министерства финансов, собственные доходы региона не должны быть... Вернее, их задолженность не должна быть больше 50% собственных доходов. В этой связи Алтайский край, он действительно в выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское руководство проводит взвешенную профессиональную бюджетную политику. Ну, высокопрофессиональную бюджетную политику. Только пять регионов, кстати говоря, только пять регионов нарушили этот принцип. И им нужна, конечно, особая поддержка, и они требуют особого внимания. Но в целом, все-таки эта проблема серьезная, в целом задолженность регионов свыше двух триллионов рублей. Хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы расшить эту проблему. В прошлом году, то есть в текущем году, 300, по-моему, 80 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1%, ну, под такой символический процент годовых. Эта работа будет продолжена дальше. И в следующем году мы тоже предусматриваем на эти цели необходимые ресурсы.